МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы не забываем, что институт прав человека и правозащитная проблематика активно использовалась для взрыва ситуации в Советском Союзе, для дискредитации власти как в Советском Союзе, так и в современной России. Только за прошлый год деятельность иностранных некоммерческих организаций, исполняющих функции иностранных агентов, увеличилась в финансировании на 800 миллионов рублей. Активно действуют зарубежные фонды, тоталитарные секты и средства массовой информации. Именно поэтому нам очень важно, что резко вырос авторитет уполномоченного по правам человека, созданного решением Государственной Думы. В полтора раза выросло количество обращений. В основном обращения носят социальный характер. Это тяжелое материальное положение наших людей. Напомню, что более трети нашего населения живет ниже черты бедности. Доходы ниже прожиточного минимума получают почти 20 миллионов человек. Вопросы, связанные с качеством медицинских услуг, ценами на лекарства, с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также рост задолженности по зарплате. 4,5 миллиарда – это рост объема задолженности по зарплате в регионах. Это является факторами, которые обостряют социальную напряженность в нашей стране и угрожают базовым конституционным правам нашего населения. Поэтому мы считаем, что основой преодоления тяжелого положения, связанного с защитой прав человека, является снижение рисков социальной политики нашего государства. Социальная политика во многом является компетенцией субъекта федерации. Я напомню, что из-за закредитованности региональных бюджетов более чем на триллион рублей, триллион сто, если быть точным, из-за недостатка финансирования межбюджетных отношений, несбалансированности бюджетов, государства, регионы не могут исполнять свои социальные обязательства по обеспечению прав граждан. Это является базовой проблемой. Поэтому повышение эффективности экономической политики, изменение курса экономической политики является базовым фактором по улучшению ситуации защиты прав человека в нашей стране. Мы поддерживаем позицию полномочного, связанную с защитой прав наших граждан в местах лишения свободы и в рамках исполнения наказания. Недопустимо, чтобы граждане содержались под стражей слишком долго в ходе судебного разбирательства или по необоснованно возбужденным уголовным делам. Мы считаем, что нужно поддержать предложение о предоставлении права уполномоченному делать заключение на основные федеральные законы, касающиеся правозащитной проблематики. Необходимо создать единую информационную базу, которая позволит гражданам отслеживать свои обращения в органы власти. Мы считаем, что нужно консолидировать нашу правозащитную систему, потому что у нас существует уполномоченный по правам человека на федеральном уровне, в регионах, уполномоченный по правам защиты детей, прав предпринимателей. Я думаю, что это послужит общему успеху. Кроме того, мы считаем, что необходимо усилить работу нашей правозащитной системы во главе с уполномоченным по защите прав человека, по защите наших граждан за рубежом, особенно необоснованно находящихся в местах лишения свободы, защитить наших предпринимателей за рубежом. Более того, мы считаем, что тот уникальный мир, межнациональный, межрегиональный мир, который создан за столетия российской истории, является основой для того, чтобы передать этот опыт в том числе в те страны, в страны Европы, где происходит деградация правозащитных систем. Напомню, что только на сегодняшний день основные направления, связанные с попыткой дискредитации системы прав человека в России, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны, на обеление нацистских преступников. Как пример, на Украине запрет Георгиевской ленты, попытка запретить деятельность канонической русской православной церкви и московского патриархата. Десоветизация, снос памятников – это звенья одной цепи, связанные с попыткой подрыва социальной стабильности и базовых социальных прав наших граждан. Напомню, что защита прав наших граждан не только в социальной сфере, но и в духовной сфере, защита институтов семьи, защита не только светских, но и духовных ценностей, основных религиозных конфессий, является основой мира и стабильности в нашей стране. И мы считаем, что мы не только должны защищать основные социальные права вместе с уполномоченным, но мы должны и помогать тем странам в условиях глобализации проблематики, связанной с правом человека, где эти права нарушаются в мире, и помогать этим странам. Это не только страны третьего мира, но, на наш взгляд, это и страны Европы, где происходит серьезная деградация, ущемление прав граждан в области защиты институтов семьи, в области политических прав. Мы считаем, что доклад уполномоченного по правам человека, связанных с анализом основных проблематики, основных жалоб, служит достаточным основанием для серьезного пересмотра социальной политики, снижения рисков, повышения финансирования основных социальных статей нашей бюджетной политики. Спасибо.